Ты не думаешь сейчас обо мне, ты сама не знаешь, где заснёшь сегодня А процесс этот занял у меня в общей сложности порядка четырёх часов В итоге, во-первых, появилось ощущение, что на концерте на этом я всё-таки побывал Во-вторых, я поймал себя на мысли, что за эти четыре часа очень близко узнал от этих ребят Все их складочки и трещинки Кстати, в прошлом выпуске я говорил о новом сингле и новом видео от группы Another Mask Но забыл упомянуть, что я как-то брал интервью у их лидера и вокалиста Паши Казанцева Кому интересно, зацените, ссылочки сейчас у вас на экранах, ну и будет в описании этого видео Желаю удачи, будем ждать вашего концерта, так и за вас, спасибо большое Можно вопрос от меня? Давай Ты качаешься? Я качаюсь Перед тем, как писать этот выпуск, я решил спросить на стеночке у себя вконтакте у ребят А были ли за последнюю неделю две какие-нибудь эмо-релизы? На случай, если я что-то упустил Как вы думаете, что мне написали? Естественно, в первом комментарии мне написали про релиз от Стигматы А вторым про альбом от Аматоли На самом деле, ни одна из этих групп эмо-группой не является Но да, давайте что-нибудь расскажем о них Потому что когда я записывал прошлый выпуск, их релизы ещё не вышли Они как раз на следующий день, по-моему, выходили Скажу честно, релизы эти я послушал по паре раз каждый Не могу сказать, что релизы прям какие-то откровенно плохие Но в то же время слушать их там ещё раз у меня желания уже как-то нет Если коротко, что касается Аматрии, то в целом мне показалось неплохо Но мне показалось, что слишком много лишних вот этих вот каких-то электронных дискотек Лично мне, ну, было бы интереснее, если было побольше каких-то дигитарных рификов Ну и, конечно, вокал Вокал Славы, он местами изуродован Какими-то компрессиями, обработками Звучит, как будто чувак жёстко шепелявит Как будто у него какие-то страшные дефекты речи Не знаю, как вам, но мне это бросилось в уши Во время прослушивания уже там второй-третьей песни с альбома И после этого ничего другого я уже особо не слышал У меня всё время это как-то вызывало смех Потому что чувак шепелявит, чувак стрёмно как-то вообще поёт Но хотя мы знаем, что на самом деле у Славы, вокалиста нынешнего Аматри Дефектов речи нет, поёт он нормально Об этом можно судить по предыдущим каких-то записям групп В которых он принимал участие Что касается Стигматы, вышел у них не альбом, а IP Из четырёх треков Причём первый трек это не песня, а просто интро Четвёртый трек это не их песня, а это кавер Трек под названием «Радио смерть» с фразой «Радио ненависть» Сразу напомнил мне также питерскую группу Soul Rise Потому что у них есть такая песня Ну а трек под названием «Наповтор» Ничего такой, попсовенький, хитовенький Тоже не обошлось без электроники Она такая довольно аккуратненькая А ещё на стенку мне кинули клип от группы MyKite Если честно сначала смотреть было лень, но я всё-таки кликнул Конечно это не эмо, это какой-то скорее металкорчик Ну вроде ничего, так клип мрачненький Вроде неплохо снят, видно что ребятки стараются Кстати, в прошлом выпуске программы по заявкам на радио Девушка с ником AntiHumanAntilife заказала у нас песню группы Эльденсгарден Группу эту раньше я не знал, мне она понравилась И для нашей программы, мне кажется, она подходит как нельзя лучше Я решил погуглить, оказалось, что группа эта появилась в 2010-м в Ижевске За короткое время существования чуваки откатали несколько концертов по России В том числе и с англичанами Devil's Soul His Soul Выпустили три студийных альбома и видео на несколько своих треков Короче, Эльденсгарден, кто не слышал, советую заценить Лично мне эта группа вкатила больше, чем новые релизы от Аматери и Стигматори Ну что, мы подошли к рубрике Вопросы и ответы Ну да, были такие ребята из Питера, по-моему, впервые я их услышал на сборнике «Море эмоций» Трек, который был на этой сборнике, назывался «Superman falls in love with a bad girl» И запомнился он мне тэппингом, таким в духе «Feeling of a boyfriend» Я бы даже сказал, тэппингом похожим на тэппинг из одной песни «Feeling of a boyfriend» Вроде были они на каком-то и международном сборнике Для меня, как мне кажется, самым лучшим и самым взрослым их треком был трек под названием «All the queens will lose all the diamonds» Любят эти парни длинные названия Помню, когда этот трек только вышел, я шутканул на каком-то из форумов, типа мясорубки Что по петь припеве чуваки позвали Дэн в Резаматери Есть там что-то схожее А так, ну, неплохая группа, я люблю такие гитарки, люблю такие скримики От этих парней давно не было слышно никаких новостей Из чего можно сделать вывод, что группа, скорее всего, больше не фунциклирует Значит, следующий вопрос от Кирилла Кирилл пишет Виталий, привет! Недавно посмотрел еще раз интервью с Кастилиным И есть пару вопросов, ответы на которые очень хотелось бы услышать в новом выпуске «Дневниками Корщика» Хотел бы услышать твое мнение о группе Слот Ты знаешь мнение Кастилина, но, по-моему, песня «Две войны» и «Мертвые звезды» Стали ключевыми в становлении эмо-культуры в России Хотя никогда не являлся их фанатами И мне очень интересно услышать твое мнение о давно забытой, но хорошей и трэшовой группе «Слезы» Ох, Кирилл, если честно, все эти выпуски я очень старался как-то от возможности ничего не говорить о группах, которые мне не нравятся Во-первых, чтобы не вносить негатив, а во-вторых, чтобы никого из любителей этих групп не ранить, никак и не обидеть Ну, давай попробуем Что касается моего мнения об этой группе, могу сказать, что когда-то давно, когда еще свой альбом «Смилой» Еще даже не слово «Смилой» на вокале выпустила группа «Трактор Боулинг» Когда вообще российские альтернативные группы, их было очень мало, их можно было перечитать по пальцам Соответственно, их было мало, и я за всеми следил В те времена как раз свой первый альбом выпустила и группа «Слот», тогда на вокале там еще была не «Нуки», а на барабанах стучал «Проулинг» Тогда это был барабанщик «Трактор Боулинг», а сейчас, кстати, он является барабанщиком группы «Анакондос» Тогда еще в кинотеатрах показывали фильм «Ночной дозор», саундтреком которому как раз была в том числе и песня группы «Слот» В общем, вот в те времена я мог слушать их первый альбом, группа «Слот» казалась мне, если уж не крутой, то, ну, такой нормальной группой Все же, что было после первого альбома, для меня это... Вообще, вокал такая специфическая вещь, что если он тебе не нравится, даже если группа в целом хорошая, у них хорошие песни, хорошая музыка, то ты эту группу слушать не будешь А женский вокал специфическая вещь, тем более Некоторые люди женский вокал в принципе не переносят Но вот в моем случае вокал «Нуки» для моих ушей это как серпом по яйцам Также мне неприятен их этот читающий кэш Да и в целом группа эта, мне кажется, сугубо такой коммерческой и бездушной Я не верю в творчество Ну и в целом это не моя музыка, я люблю другие жанры Теперь по поводу жанров, ну и по поводу твоей фразы, Кирилл, о том, что песни «Две войны» и «Мертвые звезды» стали ключевыми в становлении эмо-культуры в России С этим я в корне не согласен Во-первых, потому что песни, о которых ты говоришь, были выпущены в 2006-2007 годах А становление российского эмо, как ты говоришь, случилось, ну, по моему мнению, в году 2004-2005 благодаря первым каким-то эмо-группам Типа там «30 дней февраля» или «Мечты сбываются» У группы «Майонез» были первые релизы еще в 2003-2004 году У группы «Моя любимая игра» тоже Во-вторых, потому что группа «Слот» вообще не является эмо-группой Музыку, в которую они играют, можно, конечно, любить, можно не любить Но эмо-музыки никак нельзя назвать даже при желании Можно их называть альтернативой, можно называть, если хотите, нью-металом Если очень хотите, можно при большом желании их назвать, там, рэп-кором Но эмо-то в каком месте, там? Вот, надеюсь, никого не обидел Вообще, как мне сказал в одном из интервью басист группы Candidate, тогдашний Толи Зенкер Что любая группа — это не 100-баксовые купюры, чтобы нравиться всем Вы спросили мое мнение, я ответил Что касается второй части вопросов про группы «Слезы» Могу сказать, что отношение у меня к ним, ну, не такое категоричное Ночу себя к ним получше, чем в группе «Слот» Давай я постараюсь не забыть рассказать что-нибудь о них в следующем выпуске Анжела пишет Здравствуй, хочу вопрос в дневник эмо-корщика Хочу вопрос в дневник эмо-корщика Расскажи, пожалуйста, в следующем выпуске о, так сказать, плохих группах, неудачных, на твое мнение Ну, вот про одну группу, которая мне не нравится, я уже высказался Вообще, мне больше нравится рассказывать про группы, про музыку, которая мне нравится, которую я люблю Не знаю, зачем вообще разводить негатив Давайте-ка лучше прогуляемся вместе с Алексеем Чигурдой к московскому клубу «Б-2» Да, что, московский клуб «Б-2» на станции метро «Маяковская» Недалеко от нашего Бродвея, от Тверской улицы Мы шли, чтобы поговорить о нем И заметили, когда пришли, увидели, что он находится в странном состоянии, удручающем Видимо, он на ремонте Табличку большую, красивую снесли, всегда было табло Сегодня выступает Прям вот как в американских вот фильмах про рок-группы, когда показывают, что, типа, вот у нас крутой концерт И там табличка, и на ней прям буквами написано название группы Вот здесь было именно так Было очень прикольный вечер, иногда просто проходишь мимо и видишь, типа, сегодня выступает там, не знаю, кто-нибудь крутой Тараканы сегодня выступает Я один раз выступал даже здесь тоже, я так понимаю, что у тебя тоже тут был концертик, расскажи тогда У меня вообще было пару концертов Один раз мы выступали с группой Комната Но я бы хотел сейчас рассказать про этот клуб в рамках охренительного концерта Фестиваля эмоций и чувств, который прошел 31, 10, 2005 года Вот, этот концерт стал последним концертом группы «Послезавтра» На этом концерте выступала вся профессура московской эмо-сцены, все самые крутые московские группы Это «Майо», «Ахтунг Бэбис», «Дежавю», «Сакура», «30 дней февраля», «Мечты сбываются», «Самые отцы», «Мечты сбываются» и «Мы послезавтра» И «Мои любимые игры» Первая выступала группа «Ахтунг Бэбис», закрывала все мои любимые игры Концерт сделал гитарист моих любимых игр Даниил Брод, «Сова», который сейчас играет в группе «Помпея» Вот такой вот был охренительный концерт, фестиваль эмоций и чувств Ну и как, ты помнишь, сколько стоил билет тогда, сколько народу пришло? Сколько стоил билет, не помню, народу было нормально И, кстати, еще хотел добавить, это был, наверное, первый самый концерт, который накрывали Накрывали его какие-то лох-скейтеры, которые потом выложили видео Если я это видео найду, где-то оно у меня было Обязательно ему, в его дневник его корочка, блин, обязательно надо это ставить и посмеяться Эти чуваки Девушка с комиком проходила мимо и улыбнулась нам Круто Может, он нас узнал Вот, эти чуваки, значит, накрывали вот так, с противоположной стороны этого шоссе Они подбежали, их было трое или четверо или двое И кинули яйцами в тех чуваков, которые стояли на входе в клуб Заржали и убежали, вот и все накрывание То есть, в тот момент еще Еще не было культуры накрывания, да? Да, еще не было культуры накрывания И эмо это была не какая-то там постыдная тема, которую нужно было запикивать в интервью Как, например, вот в интервью Маю, как делали по приколу Ну, вот, грубо говоря То есть, вот такая вот тема была Вот такая история Да, ну, будем надеяться, что когда-нибудь, спустя много лет, такой же какой-нибудь концертик еще будет проведен в этом клубе Огромный, огромный, прям вообще Ну, вот этот зал, в котором мы играли Ну, вот этот большой типа их не зал На самом деле-то он не особо огромный Когда мы через пару лет уже были с комнатой Мне не показалось клуб прям вообще огромным Вот, и вообще, по-моему, здесь несколько этажей, как я помню Да, тут как-то этажи, по-моему Ну, я не знаю, тут даже несколько залов, мне кажется, есть Да, вот, и несколько залов И вот я на каком-то мастер-классе музыкальном был на каком-то этаже Ну, тоже тут такая вот тема То есть, в другом каком-то зале Ну, такой клуб интересный был по-своему Мне очень нравился Могу сказать, что когда я здесь играл У меня был один из лучших, наверное, гитарных звуков за всю жизнь в моем выступлении Потому что мне я подогнал свое оборудование Разрешил на нем поиграть в Аточ Да? Да Да, круто Круто, круто Да, да, ну, я, во-первых, ну, как бы очень закатировал чувака, что Какому-то там, грубо говоря, там, сопляку, который еще ничего не добился Он дает на своем оборудовании поиграть А во-вторых, я просто взбодрился от такого звука Там был очень крутой какой-то оранж И, блин, вообще Ватов для таких чуваков, как я, Виталик, очень крутой чувак, на самом деле Да, несмотря на то, что он не ямарь, как бы, но он... Потому что, потому что, к слову, почему? Потому что все московские эмо-группы, почти все, выросли на панк-роке Не на альтернативе На панк-роке, была часть на альтернативе Но большинство на панк-роке Мечты сбываются Майонез тоже Двести постречной, там, Майонез, ну, Майо А потом Бэйвис Да, послезавтра Все панк-рок-чуваки, на самом деле Дежавю, ну, как бы, можно сказать Я бы даже больше эту группу отнес к поп-панк-группам, чем к эмо-группам По большому счету Ну да, это как раз такая тоже отдельная какая-то фишка Российская эмо-сцена, что, да, что из Москвы все эмо-группы вышли из поп-панка Не все, не все Ну, типа большинство А в Питере, наоборот, из альтернативы А вот еще, кстати, по поводу альтернативной Это не альтернатива Тогда я помню Олег Круглов, вот, ну, группа Комната там А он еще в Двести постречной играл Вот, ну, мы тогда говорили, о, мазафака, не мазафака Ну, для нас это было, ну, как бы, немножко безвкусица Вот эта альтернативная музыка, когда мы все панк-рок любили, играли И он говорит, чувак, ну, вот эти группы, да, они играют мазафаку, но вот мы были на концерте И вот эти вот, типа, приимованные группы, как круто они звучали по сравнению с теми группами, которые играли панк-рок Потому что альтернатива, они всегда парились на звук, парились... Чтобы вкачать надо Да, парились там на аппаратуру какую-то крутую А мы по панк, мы парились больше на партии крутые гитары, может, на какие-то это А они вот именно на кач, на ритмы, вот А мы больше на такой какой-то драйв, больше на мелодику, вот То есть больше на какой-то стиль, там, чтобы соответствовать больше Ну, по-музыкально А у них больше вот кач и звук Все, пойдем дальше гулять Да, пойдем дальше на патрике Пойдем на патрике Я тут, кстати, решил немножко побаловаться Записал домашний коверок на попсовенькую группу Парамор Почему Парамор, честно говоря, самому сложно сказать Наверное, как-то просто так попало в настроение Вообще, мы как-то с группы в себе играли эту песенку на акустическом концерте И тогда мне хотелось как-то ее запечатлеть, сделать какое-то концертное видео Мы концертное видео тогда не сделали И, видимо, как-то в качестве компенсации вот этого я решил сам ее просто удобно записать таким образом Кому интересно, заходите посмотреть, мне будет приятно Вообще, думаю, если в следующий раз буду еще записывать что-то подобное То, скорее всего, это будет уже что-нибудь в духе Alexis on Fire, FireFriend и Silverstein Также, кстати, давайте пользуюсь случаем Поделюсь тем, что я вчера сходил в кино на Питера Пэна Кстати, вот у меня даже есть билетик Не знаю, мне почему-то эта сказочка кажется очень эмоционной Мне очень нравится вся эта история про смелого искреннего мальчика Который ничего не боится, который сражается с пиратами, защищает от них свою Нитландию Ну и также, кстати, название одной из моих любимых групп Руфио Это как раз имя одного из персонажей этого произведения Руфио – это лидер потерянных мальчиков из Питера Пэна Что касается вот этого конкретного фильма, который сейчас показывают в кинотеатрах Это не совсем то, но кинцо тоже хорошее, я посмотрел с удовольствием Вообще, из всех экранизаций Питера Пэна Моя любимая – это фильм 1991 года с Робином Уильямсом Фильм длинный, идет 2,5 часа, но оно того стоит По большому счету, я даже не могу вспомнить какого-то другого фильма, который бы вызывал во мне столько эмоций Ладно, что-то я заболтался, короче, как всегда жду от вас Сигни Дмитрия Комокорщика Жду от вас комментариев по ссылочке, которая будет прикреплена в описании видео Всем до новых встреч, всем пока, всем Питер Пэн Ну и, может быть, скажешь что-нибудь про вот этот вот YouTube-блог, видеоблог Дневника Мокорщика? Как ты вообще относишься к этому? На самом деле, хорошая рубрика, даже с первого выпуска мне очень понравилась То есть, мне сама… Ну, учитывая, что первый выпуск был, вообще задумался как единственный и последний Да, 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 у самого у меня была такая идея, но не мог реализовать То есть, тоже хотел И вот я вижу, что кто-то за меня сделал То есть, такой вау Я даже очень серьезно, искренне обрадовался этому То, что появился такой человек, который начал делать такие выпуски То есть, и не просто там, по большей части для того, чтобы было То есть, придумывает что-то новое, как-то реализовывает, развивает, то есть, эту рубрику Всегда старается сделать что-то новое, то есть, придумывает Это здорово, на самом деле, что есть такая рубрика Дневника Мокорщика Может быть, ты бы что-то посоветовал там, внести в эту программу Или, ну, не знаю, какие-то рекомендации Ну, мне понравилось с Лешей Джигурдой, то есть, памятные места Мне было интересно, потому что я в Москве, то есть, не тусил в те времена Было очень интересно узнать про интересные места тех времен Кто где когда тусил, история про хлебушек То есть, было очень интересно узнать, вот То же самое, какие-то отчеты с концертов, то есть, с каких-либо интервью с музыкантами Ну да, вот концерты, легендарные вудстаки там, где послезавтра То есть, да, рецензии на какие-то новые релизы То есть, все, что было на A1, то есть, можно перенести в эту рубрику То есть, абсолютно все То есть, тем более, я не думаю, что они очень обидятся Им далеко уже давно пофиг, соответственно Но они все же на Европе плюс Вот именно, поэтому было бы здорово, на самом деле Да, ну, кстати, могу еще вот сказать по поводу Дневника Мокорщика Что, вот лично меня обламывает зачастую, что очень часто пишут в комментариях И поможет сказать там про ту-то группу А группа эта, ну, она как бы к эмо-сцене вообще никакого отношения даже косвенного не имеет Но почему-то люди этого не понимают и все равно просят рассказать там, не знаю, грубо говоря там про группу слот Ну, где вообще вот эмо-культура и где группа слот Да, ну, люди в основном не разбираются, то есть, не в альтернативной музыке То есть, по большей части эти вопросы задают те люди, которые к эмо-культуре-то особо как бы не имеют отношения Поэтому и создается путаница, то есть, для них эмо, что альтернатива, что люди на челке Это одно и то же, то есть, они не разделяют на самом деле музыку и внешний вид там и прочее То есть, какое-либо звучание, для них все звучит как, по большей части, одинаковое Ну, ладно, ну, мы тогда будем их воспитывать, перевивать хороший вкус